Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Несколько недель назад я был одним из тех, кто думал, коронавирус это разводка. Я думал, наверное, преувеличивают, слишком раздувают. И вот знаете, стоило мне немного поездить, немного углубиться в вопрос, беспокоился за общину. И я быстро мнение поменял и сказал себе, как лидер, ты никогда не должен говорить такое, ладно, хоть прилюдно не сказал. Причисто Аллах. А те, кто сегодня говорит, мол, да не обращайте внимания на коронавирус. Не дай бог, конечно, но возможно, через несколько недель кровавыми слезами заплачут, если, конечно, переживают за человечество. Пусть Аллах наделит нас пониманием. Братья и сестры, если кто-то говорит, держитесь на расстоянии друг от друга, когда разговариваете. Или если кто-то говорит, носите маску, помогает ли это с медицинской точки зрения или нет. Лишним не будет, они же дело говорят. Помните, надо же беспокоиться о людях старшего поколения, они уязвимые, они в группе риска. Молодые-то легко коронавирус переносят, относительно. Процент смертности у молодых маленький. Но все же, вероятность-то все равно есть, что ты окажешься из тех, кто не справится. Вы же понимаете, что если на всю страну всего лишь 20 реанимационных отделений, то и представить страшно, куда ты попадешь, если что. В современном мире, в странах первого мира, знаете что? Говорят, мы вынуждены выбирать, кого лечить, а кого нет. Если ты человек, который нам нужен, для тебя койка найдется. Если нет, умри. Да простит нас Аллах, мы и не думали, что такое наступит. В общем, я что хочу сказать. Это мое послание крайне важно. Братья и сестры, да, существуют теории заговоров. Мало ли кто их распространяет, тот или этот. Может, коронавирус запустили по политическим, финансовым причинам. Как бы то ни было, в любом случае, мы должны принимать меры предосторожности, независимо от того, кто это начал. Когда в Австралии начались лесные пожары, винить можно было кого угодно. Но это катастрофа для человечества, а не только для Австралии. Кто это начал, кто не начал, эта тема тоже важная. Важно это понимать. Но нам с вами надо себя спасать и не пренебрегать советами о мерах безопасности. И не надо шантажировать людей религией. Как ты можешь? То есть, если власти говорят, что вам нужно следовать инструкциям, то, братья и сестры, какая бы теория заговора не стояла за всем этим, кто бы это все не начал? Надо соблюдать меры. Не обманывайтесь. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Может, у меня не будет больше шанса поприветствовать тебя, не будет шанса увидеть тебя. Но хотя бы раз тебя увидел, поприветствовал. И ты поприветствовал меня в ответ, даже еще лучше. Тебе добро сделали. Ты доброделаешь ему еще больше. Супер. И не ждите, пока вам кто-то сделает добро. Сами делайте добро людям, с которыми общаетесь. И другим тоже. Кому можете. Делайте, сколько сможете. Скажу почему. Ваша жизнь в этом мире ограничена. Нужно успеть собрать столько хороших дел, сколько получится. Когда на ту сторону перейдем, там пригодится. Много добрых дел на том свете увидим. Каких? Поклонение одному лишь Аллаху. Через благословенное учение пророка, алейхиссалям. И в том числе влияние на жизни других людей. Обращаясь с ними максимально красиво, тактично. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. ХИЯРУКУМ АХАСИНУКУМ АХЛАКА Не с родственницами. Если честно, может такая ситуация сложиться, когда ты не сможешь избежать этого. Сегодня, например, я пролетал над прекрасной страной. И когда рассчитываться нужно было там, женщина была. И я, насколько смог, держа в уме, что я мусульманин, без лишних, ненужных слов общался, но... В то же самое время, максимально тактично. Тебе нужно билет предъявить, предъявить свой паспорт, задать несколько вопросов, потому что по-другому просто не получится. Но, так как ты попал в данную конкретную ситуацию, извлеки максимум, повлияй на жизнь человека. Так, чтобы, когда ты поговоришь и уйдешь, человек себя ближе к Аллаху почувствовал. Почему? Потому что это учение Аллаха. Он хочет, чтобы мы добры к людям были, а Создатели им напоминали. Если бы мы были максимально грубыми к каждому, то... Поверьте, здесь бы никто не сидел. Никто бы. Почему? А вот если бы я предельно плохо относился? А так и бывает, когда ненависть, зависть и враждебность в сердце проникает. Люди стараются жизнь тебе усложнить. Помню, случай был. До сих пор в памяти, потому что недавно было. Не так давно. Человек на электронную почту мне написал, говорит, невестка моя целью задалась. Испортить все, что я хочу сделать или уже делаю. Капитально. Репутацию у меня порочат. И так далее. И я сразу же отвечаю. Помощь ей нужна. Мусульманкой надо стать. Муслимкой. Почему? А будучи мусульманкой, потому что ты же Аллаху подчиняешься, а не своим капризам и прихотям. Тебе действительно кто-то не нравится. Почему? Можно ответить на это. Но это право тебе не дает. Ужасно относиться к нему. Не дает права несправедливым быть. Аллах говорит в Коране. Даже если тебе кто-то не нравится, все равно справедлив будь с ним. Красивое учение Корана. Аллах говорит, не позволяй себе из-за плохого отношения к кому-то поступать с ним несправедливо. Справедливость поистине она ближе к праведности и к богобоязненности. Причист он всевышний. Это дар причистого всевышнего Аллаха. Он одарил нас им. Поразительно. Когда я встречаю, когда я приветствую людей, даже иной раз, как я только что говорил, противоположный пол. Ислам не говорит, что тебе нужно игнорировать реальность и вести себя так, будто ты с другой планеты. Идеальный сценарий мы, конечно, знаем. Знаем, как было бы идеально. Но в реальной действительности, в которой мы живем, мы должны извлекать максимум. Из всех ситуаций, не только, чтобы исламу репутацию поддержать, но чтобы повлиять на чью-то жизнь, в плане того, что даже если я больше никогда его не встречу, я оставлю благой след в его жизни. Поэтому Аллах говорит, не забывайте оказывать милость друг к другу. Не забывайте быть снисходительными друг к другу. Относитесь по-доброму друг к другу. Ну, удовлетворяйте права друг друга, удивительно. Ты пекарь, а я водопроводчик. Например, мне понадобится хлеб, а у меня друг пекарь. В моей стране время такое было. Не дай бог снова это испытать. Было время, когда хлеба не было. И молока. Дефицит был. Конкретный. Когда я говорю ни хлеба, ни молока, это значит, очень трудно было достать молоко и хлеб. А те, у кого были друзья или контакты с пекарями, у них было. И я был одним из таких, Машала. У них было. Почему? Потому что друг есть. Тебе что-то нужно, а у него это есть. Думаешь, он... Не даст тебе? Если нет, значит, не искренний друг. То есть, поразительно это. Это удобно, когда ты в нужде. Но мы, конечно, дружбу не заводим, для того, чтобы потом об услуге друга попросить. Конечно, нет. Ради Аллаха мы дружим. Хотим награды от Аллаха. Но как бонус есть преимущество. Вторичная выгода. Свои льготы. Поразительно. Субханаллах. Пусть Пречистый Всевышний Аллах всех нас благословит. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Когда-то, давным-давно, мы приезжали к подруге мамы моей. Такие в дверь стучимся, а я смотрю, на двери надпись. Читаю. А там написано, мы очень рады, что вы пришли. Думаю, о, Машала. Мы очень рады, что вы пришли, но еще больше рады мы будем, когда вы уйдете. Нет Бога, кроме Аллаха. Ну вот я маме и говорю. Мол, вон, как на двери написали. А она по-английски не читала. Говорит, и что написано? Я говорю, там написано, мы очень рады, что вы пришли. Она говорит, а, хорошо, Машала, я говорю, подожди, это еще не все. Дальше там написано. Но еще больше рады мы будем, когда вы уйдете. И знаете что? Она больше никогда туда не приходила. Хоть я и пытался объяснить, что это шутка же просто. Она говорит, нет. Они на входной двери это написали. Но сегодня это актуально. А то люди в гости приходят, и меры не знают, когда им уже пора уходить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Существует проблема с детьми из распавшихся семей. Что у нас в стране происходит с ребенком, когда семья распадается? Его забирают. Забирают и потом куда? Отдают на воспитание. В приемную семью. Вот я хочу вас спросить. В этой мечети, среди вас, у скольких из вас есть приемные дети, которых вы воспитываете? Опекаете. Есть опекуны, у которых на попечении дети. Не ваши. Вы взяли их, например, в приюте. Поднимите руку. Причистала. Один. Машала. Брат, ты герой. Все это общины. Знаешь, почему я так говорю? Мы видим, что... Тысячи детей мусульман И нигде их не приютят. У многих мусульман Нет подобающих условий дома, Чтобы ребенок мог нормально развиваться. Нет таких условий. И их забирают. И происходит это иной раз из-за мелочей. Забирают детей. И ведь не мусульмане этих детей воспитывают. Среди мусульман лишь несколько таких, Которые воспитывают чужих детей. Знаете, почему? Никто не говорит об этом. Это первое. Второе. Мы не готовы к этому. И наши дома к этому не готовы. Принять кого-то. Не готовы. В каком смысле? Я в прошлый раз это говорил. Как-то к другу прихожу, А у него дома двое детей. Мальчик и девочка. Брат и сестра. Я такой, ааа, маша Аллах. Маленькие дети. Это, говорит, приемные дети. Я говорю, ааа, причисто Аллах. Он мне объяснил. Я это знал уже, Но приятно было услышать снова. Прекрасные дети. Что у них случилось? В семье это другая история. Вот почему я говорю, что мы не готовы. Вот исламского нрава Нет в нас. Даже во мне. Тоже нет. Если бы был у нас исламский нрав, У нас были бы лучшие дома. Детям нашим нравилось бы В наших домах. Семьи наши. Чтобы членам семьи нравилась Обстановка у нас дома. Мы кричим, ругаемся, Орем, голос повышаем. Этого уже хватает, Чтобы понять, что не готов ты К приемным детям не сможешь ты. Ты кричишь у себя дома? Значит, не готов ты. Ты орешь? Ты ругаешься? Да. Не готов ты. И все. Я вчера людям говорил В Брэдфорде. Хотите Знать, На каком уровне Твоя домашняя обстановка? Позови. Не обязательно детей Брать на попечение. Позови социальную службу, Чтоб она пришла И обстановку дома оценила, Научила тебя, Чтоб квалификацию ты приобрел. То есть, Я о чем говорю? Сертификацию какую-то получить На статус опекуна, Что наш дом подходит. И все. Как только так сделаете, Станете лучшими мусульманами. Понимаете, да? Проблема существует. Большая причем. Как мы себя ведем у себя дома? Нет дисциплины. Ислам лучше всех нас учит. Какими мы должны быть, Чтоб приемного ребенка взять? Если приемных не берете, Это, конечно, не грех. Но Просто Иметь дома подобающую обстановку, Даже если не возьмете приемных детей, Уже этого хватит. Чтоб жизнь поменялась. Поменяется она. Да облегчит нам Аллах. Причем за воспитание там деньги даются. Без денег вас не оставят. Система поможет вам. Но и награду вы получаете. Вы же спасаете детей тем самым. Помогаете им. Услугу им оказываете. Но делать это надо. Дисциплинированно. Красиво. Достойно. С любовью. Иной раз из распавшихся семей дети. С моральными качествами. Неподобающими. В воспитании нуждаются они. Готовы ли мы к этому? Нет. Мы слишком заняты своими делами. Причисто Аллах. Да простит нас Аллах. То есть Очень-очень важно это. Надо об этих вещах думать. Держите их в уме. Когда люди вам говорят, мол, мы воспитываем приемных детей, знайте, что это хороший дом. Иншаллах, это достойные люди. Хорошо, когда люди, когда с детьми говорят, очень хорошо думают, прежде чем сказать. Тщательно стараются подбирать слова. Смотрят за детьми. Чтоб они время проводили с пользой, достойно, побуждают их к добру, тактично. Так-то мы в любом случае такими должны быть. А мы не так себя ведем. Грубо. И после этого ребенок уже не так будет относиться к вам. Да простит нас Аллах, так и бывает. Боятся они нас. В итоге эти дети от других будут религии учиться. Нраву будут учиться уже у других. Учите их своим примером дома. Машаллах, я так рад, что сделал вам это маленькое наставление. Наставление это прежде всего для меня. Мне тоже надо над собой работать. Даже мой дом не готов для приемных детей. Не просто о десяти детях заботиться, но, Машаллах, хотя бы мы стараемся по воле Аллаха. Пусть Аллах даст нам благой нрав, хорошее поведение, хорошее сердце, дисциплину. Пусть Аллах сделает нас заботливыми людьми, чтоб мы заботились о других. Нам правда нужно это. Пусть Аллах, пречислон Всевышний, приведет нас к успеху не только в этой области, но и вообще в целом, иншаллах. Пусть все человечество ведет прямым путем, даст успех и высший рай. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустили.